Здравствуйте Это Михаил, менеджер компании Паратрейд Вы ранее с нашим специалистом общались По финансовым рынкам Помните? Компания Рыб Компания как называется? Паратрейд Вы с Романом вели диалог Хотел бы узнать, как ваши дела Приступили к покупке? Нет, не приступил Так А что не понравилось вам? Да я уж не знаю, что не понравилось Мне все нравится Все нравится Я вас понял Могу тогда соединить со специалистом Будучи отправив заявку Чтобы вы более детально Смогли посмотреть на инструмент Который подобрать для себя Ну давайте Хорошо, скажите В ближайшее время минут 10-15 Удобно для вас будет? Да, да Хорошо, Богдан Тогда делаю соединение В течении 10 минут Вас наберет специалист Хорошо До связи До связи Алло Да Да, Богдан Да, я слушаю Я слушаю Роман Котов Замечательно Удобно говорить? Удобно Да Там Михаил с вами связывался Менеджер наш Передал мне ваш звонок Чтобы я с вами связался Вот Не общались с вами долго Уже 2 месяца прошло Хотел вас уточнить Как ваши дела Уже торгуются где-то Или еще нет? Нет Потому что гарантированного дохода Никто не делает А если кто делает Гарантированный доход То он Так сказать Не совсем легальный А Гарантированный получается Только в банке На вклад отнес Под 7% Вот и гарантированный Ну а что вы хотели Гарантированный доход Выше чем в банке Ну такого не бывает Вам Понимается Богдан Вам никто не даст гарантии Ну Допустим Если вы обращаетесь К брокеру И говорите Вот мне нужен доход На 20% Готовых Да например Ну Исходя из того Брокер Может вам дать этот доход Или не может Он вам скажет Если может Скажет Да Я смогу сделать 20% доход Но опять-таки Я не гарантирую вам На 100% Потому что это рынок Завтра Не знаю Какой-то теракт Произойдет Там в США Или еще где-то И весь рынок Обвалится И ну Понятное дело Что тогда Не получится 20% Исходя из Нынешней ситуации Если смотреть Трезванные вещи То можно оценивать Можно смотреть На предыдущий результат Который был Понимаете То есть Ну как бы Можно брать Отдельно Какие-то активы Вот например Какие-то акции Если бы вы купили Там год назад Например акции Тесла Вы бы заработали За год 109% Ну вот Вам Вот вам Дать Входность Больше Больше чем в банке Но опять-таки Это не гарантированно Потому что Тесла могла вырасти На 109% Выросла Точнее Да А могла вырасти На 30% Или не вырасти Вообще Понимаете Просто В этом В этом Стоит Род Специалиста Который Вам Разбирает Эти активы Для того Чтобы Дать Вам Ту Как бы Прибыль Которую Вы Просчитываете Для этого И создаются Торфели Учитываются Все риски Ну как бы И Таким образом Это все Происходит Понимаете Ну что значит Тесла Тесла Ее купят Сейчас Эти акции А они Раз и арестуют Мои все Эти акции И Плакали Мои денежки Совсем Тесла А кто Тоже Нарестовать Ваши акции Да кто Буржуй Который Который Мы Поперек Горла Стали Ну Кто Кто С нами Сейчас Воюет Ну А при чем Здесь Ну как При чем Они У государства У нашего 300 Этих Миллиардов Долларов Арестовали А вот У Богдана У Кочерги Они Сколько угодно Арестуют Так А какая Вам разница Вы же не через Российского брокера Покупаете акции Но если вы через Российского брокера Покупаете акции На иностранном рынке Тогда есть вероятность Да что могут быть Какие-то проблемы Если вы работаете Через Международного брокера У которого нет Таких ограничений Тогда никаких проблем Не будет Тем более что Многие люди Сейчас наоборот Уходят там Из российских брокеров Переходят Международным Для того чтобы Эти санкции Обойти Вот и все То есть Никто Никто не арестует Ваши там активы Ну понимаете То есть Если бы вы там У российского брокера Покупали Эти санкции Да Попали просто А так Через международного брокера Торгуйте себе Тем более Там Счет Я не думаю Что будет Миллион долларов Никто 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 не будет Арестовывать Ваши счета Можете Не переживать Этот счет Да он сам же брокер Этот буржуйский Он сам у меня И арестует А какая разница Смотри Санкордан Я просто объясню Брокер же Может быть С любой стороны Понимаете То есть Не обязательно Брокер должен быть Американским Или каким-то там Европейским Или еще каким-то Их существует Очень-очень много В зависимости От того Какого брокера Вы выбираете У нас сейчас Торгуют люди Из любой Абсолютно Страны Нет никаких Ограничений Они покупают Продают акции Зарабатывают На этом деньги И никто Не вправе Заблокировать Какие-то там Счета Или заблокировать Какие-то активы Но опять-таки Если вы сейчас Например Будете торговать С российским брокером Да И возможно Будете покупать Иностранные активы Хотя Ифа Тогда Есть вероятность Того Что Первое Вам вообще Запретят Это делать Потому что Вы не являетесь Инвестором Квалифицированным А второе Да Могут вас Заплокировать Ваши Иностранные акции Если они Хранятся У брокера Которые Находятся По санкциями Работаетесь Международным брокером У которого Своя политика Работает Вам нечего Бояться Не покупайте Если вы боитесь Не покупайте Акции Покупайте Мель Газ Например Зерно Это то Что Как вы Страните Это то На что Есть Спрос Ну я Желаю Я готов Понимаете Таким успехом Если вы боитесь Можно просто взять Деньги Положить их Под матрас И ждать чего И На этом Вы точно Не заработаете Ничего Ничего Так не заработаешь Он сам Буржуйский Брокер Он сам Меня Обездолит Вы понимаете Или нет Что Мы для них Представляем Вы представляете Они вот Бомбят Донбасс И говорят Донбасс Сам себя Бомбит Это Надо Придумать Вот только В кино Про это Придумывали Не могли Придумать А буржуи Придумали Люди Сами Себя Вот я Сижу Сижу И на себя Бомбу Раз И бросил Ну а Как это Это Относится Так Другой Да то Что То что Я говорю Мне Мне Не нужны Никакие Иностранные Так сказать Партнеры Потому что Они себя Скомпрометировали И им Уже Веры Нет Никакой А Причем Здесь Иностранные А Причем Хорошо Если вы имеете Ввиду Американских Партнеров Американского Брокера Мы не Являемся Американским Брокером А что У нас Что у нас Неамериканское У нас Неамериканское Только Российское Остальное Все Американское Янки Подмяли Под себя Всех Если У вас Такая Логика Не пользуйтесь Ничем Все Окружает Американское Да Да Ничем Не пользоваться Можно Не покупать Себе Телефон Не покупать Себя Тогда все А что Теперь Делаешь Телефон Я покупаю Я поддерживаю Я поддерживаю Экономику Китая Когда я Телефон Покупаю У меня Честно Говоря У меня Нет Нет Выбора Но вы же Не знаете Из чего Конкретно Состоит Из каких Составляющих Из какой Страны Про телефон Может Там Половина Из Америки Я Согласен С вами Тогда Вы поддерживаете Половину Экономику Америки Я согласен С вами Полностью Согласен Потому что Сейчас Определить Где Кому Какая Часть Составляющая Принадлежит Никто Не сможет Никакой Самый Наверное Ну Продвинутый Аналитик Или кто Там Изучает Это Конечно Это Не поймешь Я знаю Что Производство Основное Все У нас В Китае Происходит Ну Ну И что 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 Делать Что Я не знаю Что Делать Я пошел В БКС Они тоже Ничего Хорошего Пошел Финам Тоже Газпром Банк Там тоже Есть Брокерский Отдел Они даже Если честно Говоря Я хотел Был акции Купить Вот эти Которые Сейчас На 100 Рублей Подешевели Ну Они Как-то Со мной Заговорили Откровенно Такой Вот Мужчина Уже Не молодой В моем Возрасте Где-то Я посмотрел На него Думаю И Неизвестно Возможно Акции Опять Просядут А тут Сейчас Весь Ютуб Он Ролики Смотрю Блогеры Говорят Что Сейчас Доллар Опять Будет Расти Может Быть Вложиться Просто В валюту Как Вы Думаете Можете Вложиться В валюту Смотрите Вы просто Понимаете Вот Вы говорите Что Вы там Сходили Туда Сходили Туда Ну Как В три Раз Вместо Сходили Вам Ничего Не Обещают Даже В самом Газпроме Компания Которая Сейчас Наоборот Заинтересована В том Чтобы Люди Покупали Ее Сами Говорят Что Ну Возможно Еще Просядут Акции Да Конечно Просядут Но Это же Естественно Страна Которая Живет В условиях Санкций Да Вот Если Взять Страну Да И перекрыть И все Поставки Экспорт Импорт Ну Понятное Дело Что Ничего Хорошего От Покупки Актива В этой Стране Не будет Но Это Естественно Понимаете Поэтому Многие Люди Сейчас Те Которые Всегда Верили В то Что Газпром Сбербанк И остальные Активы Принесут Им Хорошие Доходы Они Сейчас Наоборот Бегут Они Продают Эти Акции И Покупают Что-то Другое Понимаете Покупают Там Газ Например Покупают Днец Покупают Зерно Не знаю Торгуют Валютой Торгуют Акциями Иностранными Но Делают Это Через Международного Брокера Понимаете Через Иностранного И в этом Нет Ничего Такого Плохого Понимаете Никто Не заблокирует Ваши Деньги Или Ваш Счет Вы Как бы Не Приравнивайте Все К Америке Почему Америка Это Все Должно Под себя Подгребать Американцы Там Если Это Америка То Все Брокеры Значит Американские Нет У каждой Компании Свой Какой-то Регламент Какая-то Компания Работает Вводит Какие-то Определенные Санкции Санкционным Методом Работы Она Запрещает Открытие Счетов Для Граждан России Например И Белоруссии Какая-то Компания Наоборот Ей Все Равно Она Зарегистрирована В такой Зоне Которая Ей Позволяет Работать Абсолютно С любым Человеком Из Любой Страны И Никакая Страна Не Может Ограничить Выбор Клиентов Этим Можно Открывать Счета Этим Нельзя У нас Точно Так же У нас Нет Ограничений Человек Из России Из Казахстана Белоруссии Украины Любая Страна Абсолютно Любой Человек Может Работать Просто Вы Сейчас Не Знаете Во что Вкладывать Деньги Сейчас Нам Подсказали Как В прошлый раз Я вам Объяснял Что Можно Собрать Определенный Портфель Вот Приблизительно Такая Будет У вас Доходность Годовая Вы Сказали Окей Мы К чему-то Пришли С вами Но По итогу Почему-то Не приступили К работе Что-то Вам Не подошло Видимо Потому что Я боюсь Иностранных Брокеров Вот Почему Не приступил Бояться Сейчас Рассистских Брокеров Вот Этого Можете Бояться Потому что Как Сейчас Например У меня Клиент Клиент С Альфа Банком Торговал У него Активов Было На 4 Миллиона Рублей Вот Они Замисли Понимаете Ну 4 Миллиона Я не Вложу Сейчас Ни в Один Бизнес Единоразово Максимум 500 Тысяч Больше Я Не говорю Вам О сумме Богдан Дело Не в сумме Я вообще Вам Говорю Что Сейчас Многие Люди Большинство Людей Наоборот Стараются Уйти Из Российских Брокеров Потому что Очень много Ограничений Люди Не могут Ни покупать Ни продавать Активы Заморожены Именно поэтому Они сейчас Стараются Найти Иностранного Бокера Через которого Они могут Делать Все что угодно И торговать Валютой И торговать Акциями И торговать Трагметаллами Например Вот Поэтому Я вам В прошлый раз И говорил Ну давайте Не со 100 тысяч Начнем Давайте начнем С меньшей суммы Вы посмотрите Для себя Какой-то Период Времени Пускай Это будет Месяц Например Если вас Все устроит Вы продолжите Работать Потом Пополняйте Печет Насколько Хотите И торгуйте Если вам Не подойдет Мы тогда Попрощаемся Но максимум Что с вами Может случиться Это вы просто Месяц Поторгуете И посмотрите И все А не понравится Вы уйдете Будете искать Другого Брокера Пойдете Там Газпром Или Финал Понимаете В принципе Вы говорите Убедительно Я верю Но что-то Все равно Меня останавливает Сам не пойму А так Конечно Логика В ваших словах Стопроцентная Но смотрите Это ваше убеждение Просто Вас останавливают У вас Есть такое Восприятие Вы боитесь Хотя По факту Вы не знаете Как это происходит Сейчас Пока вы не торгуете Вы не понимаете Как происходит Торговля Сностранным брокером Понимаете Если бы вы Попробовали Вы бы уже понимали А так Ну как бы Если вам на каждом шагу Говорят Что Как бы Работа с иностранным брокером Это риск И там вам что-то заморозят Так это как Ну отчасти Это говорят Российские брокеры Наоборот Потому что люди Сейчас от них бегут Они наоборот Стараются удержать клиентов И тот же Финал Вам будет говорить То же самое Хотя у Финама Есть дочерняя компания Тоже иностранная И через нее Тоже работают Граждане России Понимаете В обход санкции Но об этом же вам Финам не говорит Понимаете Что у них есть Дочерняя компания Just to trade Называется Вот пожалуйста То же самое Но как бы Я поэтому вам и сказал Вы мне в прошлый раз Говорили Давайте там На 100 тысяч Я там готов Мне абсолютно Без разницы Какая сумма Хоть там 20 тысяч Хоть 10 Хоть 100 Хоть миллион Для меня разница Абсолютно не играет Никакой роли Это важно Как бы В ваших интересах Иметь какой-то объем На счете Для того чтобы Совершать определенные действия И получать Больше выгоды Понятное дело Что там Начав с минимального счета Вы там Миллионы не заработаете Это Ну как бы Мизер Понятное дело 300 долларов Или сколько там 400 долларов Это ничего Но вы хотя бы оцените Вы хотя бы увидите Какой-то результат Первый у вас появится Через месяц Вы сами решите Будете вы дальше работать Или нет Не будете Ну тогда вы просто Потратите месяц И все Вы от этого не потеряете И не заработаете Точнее Вы от этого не потеряете Но есть возможность Заработать Вот так вот Если вы будете Работать со специалистом Поэтому Ну как бы Вам решать Тогда В прошлый раз Мы с вами остановились На пополнении счета У вас там возникли Какие-то сложности Я вам предложил Пообщаться С финноделом Потому что я Ну как бы Признаюсь вам честно Я не специалист В этих делах Там эти счета Я Как бы У меня есть свой счет Я его могу пополнить Там Множество там Разных Способов пополнения Есть вывод Средств Мне этого достаточно То как это оформляется Как компания оформляет Счета Я не знаю Я в это не лезу Понимаете Мне достаточно Что у меня Сделалки открываются Я могу на этом заработать И вывести Свою прибыль А как бы Все эти функции Это занимается Финноделать Поэтому Еще раз Можем с вами Опять посмотреть Это все Опять Как бы К чему-то прийти Вам не понравится Вы уйдете Понравится Будем работать Но это будет Больше выгодой Чем вы Просто сейчас Поиск Чего-то Не знаю Мне бы хотелось Чтобы не звезды С неба Я хватал Но более-менее Надежный Надежный Так сказать Заработок Пускай он Менее Прибыльный Будет Но я Еще раз повторюсь Но более надежный Есть такие варианты Я понимаю Для этого Вам нужно Работать С человеком Который сам Торгует Который уже Умеет Это делать Понимаете Потому что Если вы сейчас Например Возьмете Там 100 тысяч Пойдете В Френам Или пойдете Например К любой Любому другому Брокеру Российскому Вы просто Останетесь Со своими Деньгами Один на один Понимаете Сами будете То есть Вам не будет Никто Не подсказывать Не Не советовать Ничего Вот у вас Будет 100 тысяч На счете И вы Думаете Сидите Что мне Сейчас купить Во что мне Проинвестировать И все А в условиях Сегодняшнего рынка Это очень Рискованно Вот самому Торговать Просто Очень быстро Вы сможете Потерять Деньги Если будете Работать Вы можете Делать По-другому Возьмите Не 100 тысяч Возьмите 20 тысяч Возьмите Себе Маленький Счет У нас Возьмите Себе Специалиста Поработайте С ним Месяц Он Вам Соберет Или же Я Буду Соберем Ролик Смотрел Чем Удерживают Понижают Ставку Рефинансирования Как Что Удерживают Когда Повышали Я Понимал Что Удерживают А сейчас Понижается Как Удерживают Ну Ладно Давайте Чуть Об этом Позже Разберемся Если Вы Смотрите Прогнозы Доллар Будет По 75 По 90 Да Куда Как Деньги Тают На Глазах Я Беднее Каждую Минуту Выгоднее Богдан Вам Сейчас Выгоднее Наоборот Деньги Перевести В Доллары Понимаете Вот Вы Вы Сейчас Можете Себе По полный Чет У вас Будет Счет В Долларах Захотели Вы Даже Можете Не торговать Даже Если Доллар Вырастет До 90 Вы Себе Часть Денег Вывели У вас Уже В рублях По сути По курсу 90 90 Рублей А Покупали Вы По сути По 60 Да Я По 85 Евро Покупал В начале Февраля А Сейчас Они По 60 Нет Я говорю Сейчас Я говорю Сейчас Если У вас Доллар Например В середине Августа Вырастет До 90 Понимаете А счет Вы пополняете Сейчас В рублях Вот Сейчас Например Там 20 тысяч Сколько Это 300 Долларов Будет Ну Да 300 Долларов Через Через Две Недели Условно Говорят 300 Долларов Это 30 тысяч Вот 10 тысяч На ровном месте Вы заработали Понимаете Угу Ну это Хорошо Ну вот пожалуйста Даже можете Не торговать Приятно Даже можете Валюту Не покупать И не торговать Парами Просто так Поэтому Давайте так Сделаем Смотрите Возьмите Ваш компьютер Или телефон Напомню Телефон У вас только Телефон Компьютера Нет Да есть Компьютер Но я Сейчас По телефону С вами общаюсь Хорошо У вас Интернет Есть на телефоне Конечно При звонке Я имею ввиду Когда можно Да У меня Там Есть такая Опция Подключается Что с вами Хорошо Давайте Сделаем Таким образом Я вам Телеграм Насколько я помню Есть Правильно Есть Да Я вам Телеграм Еще раз Продублирую Ссылку Вы найдете На сайт Я вам Перезвоню В телеграм В телеграме Хорошо Давайте Да Давайте Да Да Слышно 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 Я вам Отправил Ссылку На тайт В телеграме Сейчас Зайду Посмотрю В лестнике Помните Как ходить Нет Нет Не помню Не помню Хорошо Давайте Так Заново Так Сайт У вас Открылся Нет Нет Подождите Пока Открывай Открылся Да С правой стороны У вас Вверху А из кружек Такой Четвертый Зеленая полоска Три Нажимается Туда Парад Трейд Три полоски Активы Торговые Словия Да Активы Торговые Словия Торговые Синкрысы Бонусы Вот эта Вся информация Ниже У нас есть Надпись Личный кабинет На зеленом Фоне Что ниже Есть Надпись Личный кабинет У вас Она на зеленом фоне Должна быть Внизу Посмотрите А есть Да Нажимайте На нее Есть Нажал Нажал У вас Откроется Сейчас На странице Торговые Там Где у вас Логин Видите Угу Я ввел Вкладка Выскочила Да 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 Интересно Я всегда хотел вас Подпросить Что она означает Не всегда забывал Да Означает Сам-то ничего В этих Компьютерах Не соображаю А мне как Ребята Создавали Вот Когда я начал Компьютер Осваивать Ребята Молодые Помогали мне И вот Составили мне Эту Полю А я не понял Вначале А потом Понял Уже менять не стало Она у меня Привязана Ко многим местам Говорит Ничего Говорит Дед Зато Говорит Будешь Отбиваться Этой Кочергой Ну Посмеялись Да и все Ну Я 46 лет Конечно Я для них Дед Что там Я понял Так И А там где Пароль у вас Пока стандартный Потом его поменяют Пароль 1 2 3 4 5 6 Что Пароль Там где у вас Видите Ниже Пароль Да я вошел Уже А вы Открыли Личный кабинет Он открылся Да А Ну все Так да Я думал У вас Только почта Забилась Хорошо Смотрите По личному кабинету Я вам уже Прошлый раз Это показывал Тут у вас Изображается Ваш торговый счет Здесь вся информация Через личный кабинет Вы можете Заходить на платформу А вы можете Еще отдельно Заключать Платформу У нас 2 торговых терминала Просто указываете Сумму в долларах Указываете Номер карты Либо же Если вы пользуетесь Электронным кошельком Просто номер Электронного кошелька Нажимаете Вывести В течении В течении Трех часов Сумма Указываем Чтобы вам помнить Нажмите зеленую Нажмите зеленую Угу Сейчас нажать зеленую Да Нажимаете Нажимаю По полный счет Нажимаю По полный счет Нажимаю По полный счет Нажимаю Если у вас будет 2 счета Например Открытые Тогда вы между двумя Можете выбирать Из какого счета Вы выводите деньги Ну тут вот строка Счета Счета Или по полный счет Туда Сюда нажать Нет Вы нажали По полный счет Ниже будет Продолжить Тут есть Да Все правильно По полный счет Сумма Выполнение Указываете На какую сумму Будете пополнять счет Ну я не знаю 300 долларов Вы сказали Ну 300 Пускай будет Пишите Там где сумма 300 Указываете Она не указывается Там чуть-чуть ниже Сумма Выполнения Там где надо Да я вижу Я вижу Она не реагирует Что-то может Просрочилась страница Попробуйте Или загрузить Просто Угу Сейчас попал Угу Ааа Ясно Долларов 300 Да Да Указываете 300 долларов У вас там Будет курс Писаться Ниже Вот Слово Продолжить Ну написано Ну написан Тут какой-то Курс Сколько там У вас Сейчас скажу Так мелко 18 970 87 Я запишу Да Ты правильно Просел чуть-чуть Нажимай Просел все-таки Рубль просел Чуть-чуть 970 80 Доллар Просел Чуть-чуть На прошлой неделе У меня клиент Ну допополнялся Еще на 300 Там по-моему На 500 300 Вот То Тогда Был по-моему Ну почти 20 тысяч Там 19 Сейчас уже меньше 19 тысяч Ну вот вам Сейчас наоборот Тогда Не выше Меньше Просто рублей Тратится За доллар А если он Вырастет Потом Вы просто Продолжить Я такой Ресурс Смотрю Что У него Все сбывается Я понял Так Нажали Продолжить Продолжить Какой Карты Пользуетесь В смысле Платежная Система Платежная Система Или Банк Ну И банки Платежная Система Звербанд А Платежная Система Платежная Система Виза Виза Я понял Хорошо Листайте Ниже Выбирайте Смут Какой Вам Нравится Больше Можете Выбрать Виза Мастер Это Вводит Онлайн Платеж Можете Выбрать П2P Платеж Это Просто Перевоз Карты На Карту Как Покупка В Как В прошлый раз Вы Делали Какой Способ Вам Больше Нравится Какой Надежней Какой Надежный Он Любой Надежный Тут Нет Такого Понятия Как Б Надежный У В основном Сумма На Торгов Чет Что Так Что Так Просто Если Если Брать Виза Карта Как Онлайн Платеж То Банк Отображается Как Онлайн Покупка Если Вы Не Пользуетесь Катой Часто Не Покупаете Что-то В Интернете Если У вас Резко Списывается Сумма С Карты 20 Тысяч Рупрей То Банк Может Отменить Платеж И Тогда Нужно Будет Звонить Банк Это Просто Перевод С Карты На Карты Вам Дают Виртуальную Карту Визиты Виртуальной Карты Ну Знаю Я Виртуальную Карту Я Открывал У себя В кабинете В онлайн Банке Нет Вам Не нужно Ее Открывать Вы Просто Переводите Со Своей Карты На Визиты Которые Вам Дают Представляю Ну Я Не знаю Тут У меня Биткоин Написано USDT Потом Visa MasterCard Visa MasterCard 2 P2P P2P2 Яндекс Деньги Киви Кошелек Я Не знаю Какой Выбирать П2P Выбирайте Просто П2P Просто Да Ясно И дальше Оплатить Зеленая Оплатить 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 Да Зеленая Кнопка Потом У вас Откроется Страница Процесс Вот Этим Способом Я Чем Сб Он Быстрее Намного То Если Вы Просто Через Visa MasterCard Как Он Батеж Делаете То Очень Часто Банк Просто Отменяет Платежи Потому Что Сумма Может Большая Они Как Были Активность По карте Могут Платеж Если П2P Платеж Это Просто Перевод Сколько На Карту Вы Просто Перевод Со Своей На Другую Карту Но Сумма Вам Все Рано Зачисляется В Доллар Я Большуюсь Постоян На И Это Самый Быстрый Способ Ну Тут Заниматься Заниматься А у меня У меня Здесь Сумма Без Копеек Вначале Была С копейками А здесь Указано Просто 18970 Оно Может Округлять Округляем Иногда Оно Пишет С копейками Иногда Песня Сейчас Без Копеек Написан Ну Может Без Копеек Писаться Ага Оплатить Или Перевести Да Нет Вам Нужно Сначала Сделать Пивот Потом После Этого Вы Заходите Обратно Сюда Я Сейчас Зашел Сбербанк Себе Выбрал Карту С которой Я буду Переводить И Это Вас Интересует Я сам Переведу Переводы Выбирайте Оплатить Или Перевести Да Да Клиенту Сбербанка Между Своими Другому Человеку Другому Человеку Выбирайте Это Он Не Клиент Сбербанка Ну Я Не знаю Какая У Вас Карта Отображается Может Быть Синьпай Абсолютно Может Быть Синьпо Может Синьпо Минуточку 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 Ничего Не пойму Роман Вы Сейчас Чего Говорите Вы Не Знаете Куда Я Деньги Буду Переводить Я Не Работаю В системе Система Автоматически Выбирает Вам Реквизиты Я Не знаю Какие Реквизиты У Вас Если Я Сейчас Буду Пополнять У меня Могут Быть Одни Реквизиты У Вас Другие Они Не Всегда Одни Те Вам Внизу Пишутся Когда Вы Перевозите Деньги На Этой Странице Что Для Каждой Транзакции Один Реквизиты Роман Другие Реквизиты Вы Сейчас Все Говорили Все Рядышком Все По Порядку И Договорили Из-за того Что Вы Меня Прям В Какой Шок Вогнали Я Даже Слов Не Могу Найти Переводить Деньги А Я Не знаю Куда А Я Не знаю Куда Куда Переведешь Куда Переведешь Это Что За Разговор Ну Это Умный Человек Так Будет Говорить Или Нет Скажи Мне Ну Умный Человек Так Будет Говорить Или Нет Смотрите Мы С вами Прошлый раз Сделали Транзакцию Прошлый раз Два Месяца Назад У вас Был Точно Такой Ж Я Вам Сказал Я Не Работаю В Системе Вы Пополняйте Свой Счет Через Наш Сайт Роман Если Не Работаешь Тогда Не Лезь Брось Трубку И Не Лезь Дай Специалисту Хорошему Который Соображает Куда Я Деньги Буду Переводить Что Ты Меня Второй Раз Или Третий Раз Выводишь Из Они Кому Я Перевожу Зачем Тогда Говоришь Чтобы Переводить Ты Думаешь Что Ты Говоришь А Вы Второй Раз Из Себя Выводите Я Не Могу Но Прошлый Раз В этом Моменте Найдите У Мне Затем Нет У Тебя Мозги Есть Хоть Чуть Второй Раз Третий Раз Между Прочем А Не Второй Третий Раз И Ты Опять Тупишь тупишь. Ну, если ты пенёк такой, дуб сайросовый, то не соображаешь ничего. Чё ты лезешь-то? Перевод денег. Дай человеку, который соображает, да и брось эту работу, она не по тебе. Дубина! Куда ты залез? Дай мне специалиста, который понимает, о чём он говорит. Куда ты залез, а? Ох, дебила, кусок. Ну, встречался я, ну, ты хоть поумнел за это время. Возьмите, зайдите, Богдан. Возьмите, зайдите в интернет. Я никуда не буду заходить. Дай мне пополнить мой счёт. Ты что издеваешься, насмехаешься, а? Куда переводить, неизвестно. У вас есть специалисты, которые хоть чего-то соображают, или нет? Или все такие тупицы, как ты, а? Откуда ты взялся? Ну, дуб дубом сидишь, а из себя разговаривал ты. Я подумал, такой грамотный, такой умный. А дубина дубиной. Переводи деньги неизвестно кому. На карту, физическому лицу, и даже не знаешь, кому мне переводить. У тебя хоть мозги, мозги хоть включи. Иногда бери их с собой. Что ты их оставляешь дома-то, когда выходишь на работу? Или ты, если ты свои мозги вставишь, ещё хуже будет, да? Ты что, искусственный интеллект? Ну, вот дубина Стоиросова. Я всяких встречал, но таких дубин не встречал, а? Сидели, всё разговаривали, разговаривали, хорошо договорились, всё, всё понятно. Как коснулось дело, как он ничего не понимает. Ты понимаешь, что не на своём месте находишься, или не понимаешь, а? Когда ж ты ума наберёшься, что ж ты дубина-то дубиной, а? Ну, как тебе не стыдно с людям-то звонить, хоть постеснялся бы? Что ж, когда ж ты, когда... Да ты понимаешь или нет, ты себе тюрьму зарабатываешь, а? И меня в свою преступную деятельность тягиваешь. Зачем ты мне нужен с этим? А? Ты аферист или кто ты? Кому ты? Это твоя карта, признавайся. Ты себе на карту хочешь, чтобы я перевёл? Ну-ка говори. Ну, хотите, давай, да. Говори, я ещё раз говорю. Я тебе свою карту, да, Богдан. Давай. Давай, давай твою карту. Давай, давай. Я сейчас отправлю вам свою карту, вы мне переведёте деньги. Отправь себя по известному адресу и не подходи к трубке. Знаешь, куда посылают таких, как ты? Вот иди туда, сходи, а мне дай специалиста, который соображает вот чего-то. Смотрите, вы меня спросите. Ты мне ничего больше не дашь, дубина. Больше мне не звони. Забудь всю этот телефон. Если есть нормальные люди, пускай звонят и говорят. А с такими тупицами я разговаривать не хочу. Когда ты включишь мозги? Хоть чуть-чуть. У тебя образование есть хоть какое? Ты чё заканчивал, а? Ты где научился? Где научился такой ерундой заниматься, а? Придурок. Деньги переводи. Кто ж тебе переведёт так деньги, а? Дубина стаиросовая. Когда что ума наберёшься? Раз позвонил мне. Второй раз мне позвонил. Я тебе раз сказал, что ты дуб. Третий раз. Четвёртый, пятый. Сколько тебе говорить, а? Ты хоть ума наберёшься или не наберёшься? Ещё раз. Ещё раз. Вы сейчас... Хоть десять раз. Я мне с тобой с дубом говорить не о чем. Дай мне нормального специалиста. Пусть позвонит. Если хоть кто-то соображает, что парад трейд. Фирма известная такая. Набрали тупиц. Где вас ищут-то? Где вот такую дубину? Был бы я руководителем вашей фирмы, я бы тебе близко не подпустил бы, а? Ну откуда таких... Как вы туда попадаете, а? Пара трейдер. Международная, международная фирма. Какое международное? Тебе в самую захудалую деревню в нашу нельзя пускать. А ты в международную фирму какую-то залез. Деревня, матушка. Да нет, сейчас в деревне народ продвинутый. В деревнях люди уже с интернетом дружат. Они соображают. Таких тупиц, как ты, ну просто не потерпят. Что, дубина, наговорился? Дуб ясен, дядя Васин. Иди, учи букварь. Разводи людей, да? Нравится тебе разводить людей. Ну не получается, Роман. Третий раз ты мне звонишь. Можешь ролики посмотреть свои. Если хочешь с удовольствием. С удовольствием. Выходят на канале. Мошенники звонят по телефону. И вот там таких дубин, как ты, все время показывают. И высмеивают. И будут показывать. И будут высмеивать. И я такой. Богдан Кочерга. Леня Голубков еще есть. Есть еще Александр Купер. Есть еще Тимур. Есть еще Магомед. И много-много людей, которые с вами борются, боролись. И будут продолжать бороться. Чтобы вы доверчивых людей поменьше обездоливали. Хотя время у вас какое-то отобрать. Чтобы вам, мразям, на нас побольше времени потратить. Чтобы ничего у вас поменьше получалось обмануть людей. Субтитры сделал DimaTorzok